Добрый день! Вот мы и подошли к восьмому уроку соматического обучения. Этот последний урок позволит вернуть вам замечательный паттерн движения – вспомнить искусство ходьбы. Очень часто напряжение в центральной части тела приводит к тому, что мы перестаем двигать нашим тазом и туловищем. Мы теряем свободу движения в ходьбе. Мы перестаем смещать таз в горизонтальной плоскости, когда выносим ноги вперед. И мы перестаем смещать таз вверх и вниз, когда на него приходит опора. Возвращая это движение в естественную свою потребность, вы почувствуете удовольствие от этих грациозных, приятных движений. И когда вы освоите этот паттерн, будет считаться, что курс соматического обучения вами завершен. Приступим к уроку. Ложимся на скину. Почувствуйте, как сегодня тело соприкасается к полу. И сразу приступим непосредственно к движению. Ощутите свою правую пятку. Мягко, не спеша, по полу потянитесь пяткой далеко от себя. И мягко расслабьтесь. Почувствуйте, как у вас левая часть таза приподнимается вверх, поясница слева прогибается, а справа талия удлиняется. И вернитесь в нейтральное положение. Легкое, комфортное движение. Ощутите легкость в этом движении. Мягко, не спеша. И теперь давайте попробуем выполнить такое же движение левой ногой. Нога под тазобедренным суставом. Мягко потянитесь левой пяткой от себя. Обратите внимание, как теперь правая часть таза приподнялась вверх, левая талия удлинилась, а поясница справа прогнулась. Мягко вернулся в нейтральное положение. И еще несколько комфортных легких движений. Почувствуйте, как ваш таз двигается в плоскости. И попробуем сделать это движение поочередно правой и левой ногой. Потянитесь правой пяткой. Вернитесь, потянитесь левой пяткой. Отметьте, как ваша поясница прогибается то вправо, то влево. Почувствуйте, если ощутить линию в области крестца, как ваш таз мягко, словно на опоре июле, смещается то в одну сторону, то в другую. В тот момент, когда нога подтягивается вверх, это момент опоры. Опоры постановки ноги на опору. А удлиненная нога, это нога, которая выносится в момент ходьбы. Почувствуйте легкость этого движения. Этот параметр является вертикальным параметром ходьбы. Когда во время ходьбы наш таз двигается вверх и вниз. В тот момент, когда мы ставим ногу на опору и снимаем ее с опоры. Закончите движение. И теперь согните ноги в коленях. И разгадите их достаточно широко. Опускать правое колено вниз к левой стопе. За счет движения таза справа вверх вперед. Медленно возвращаемся в нейтральное положение. Почувствуйте, как поясница справа удлиняется. Талия справа удлиняется. А при этом слева наоборот выгибается и сокращается. Легкое, комфортное движение. Ваши лопатки не отрываются. Почувствуйте этот перекат. И выполним такие же движения для левой ноги. Мягко опускаем левое колено вниз. Включаем активно движение таза. Слева вверх вперед. Медленно, не спеша. Чувствуем, как удлиняется теперь поясница. Слева. Медленно. И начнем объединять в одно движение. Опускаем то правое колено, то левое. Лопатки лежат на полу. Почувствуйте легкость, комфорт. Ощутите попеременное удлинение поясницы с одной стороны и сокращение с другой. И теперь ставим стопы под седалищные мугры. И попробуем, выпрямляем левую ногу. И попробуем выполнить следующее движение. Мы поворачиваем правую часть таза вверх, вперед. И затем толкаем правое бедро вперед-вверх, ощущая, как таз еще больше повернулся. Медленно возвращаемся в нейтральное положение. Опять. Таз, бедро. И мягко в нейтральное положение. Объединяем его в одно движение. Это тоже движение, что мы делали в предыдущем. Только сейчас колено движется вверх, вперед. Это момент нашей ходьбы, когда мы выносим ногу. Заметьте, насколько комфортное, легкое становится движение. Меняем положение ног. И выполняем левой ногой. Вначале выносим таз. И затем движение колена вверх, вперед. И возвращаем обратно. Таз. Бедро движется вверх, вперед. И плавно возвращаем. Объединяем в одно движение. Ощущая легкость, комфорт. Почувствуйте какое-то приятное движение. Как весь позвоночник включается в него. И теперь попробую в момент поворота таза подтянуть правую пятку к себе. И возвращаемся в нейтральное положение. Три движения. Поворот таза. Толчок бедра вперед. И правую пятку к себе. Это полный цикл ходьбы. Полови. Одна в одной опоры. На правую ногу опираемся. Выносим левое бедро. Объединяем в одно движение. Почувствуйте, как у вас сокращается поясница справа. А поясница слева удлиняется. Попробуем поменять положение. Выполнить это же движение на другой ноге. Мы поворачиваем таз, толкаем. И подтягиваем к себе левое бедро. И опускаем назад. Маленькое движение. Вторая половинка цикла движения. Толчок. И поворот. Подтягиваем левую ногу. Это момент постановки на опору. И мягко назад. И теперь попробуем продолжить движение. Мы начнем сгибать левую ногу в колени. Выпрямляя правую. Поворот. Толчок левой части таза бедра. Подтягиваем правую ногу. Начинаем мягко выпрямлять левую. Сгибать правую. Поворот. Толчок. Подтягиваем левую. И у нас получаются такие огромные гигантские шаги. Как будто гигант движется. Огромные. Если не комфортно цепляется коврик, можно его подтянуть. Легко. Комфортно. Огромные большие шаги. И заканчиваем это движение. Небольшая пауза. Отметьте, как изменилось ощущение соприкосновения с пола. И попробуем выполнить все эти движения в вертикальном состоянии. Поворачиваемся на бок. Садимся. И встаем. Стараемся в положении, когда стопы под тазобедренными суставами. Не спеша. Можно постоложить руки на подвздошные области. И сгибаем правую ногу в колени. Чувствуя, как весь вес переносится на левую ногу, на левую стопу. Ощущаем, как приподнялась левая часть таза. Правая часть опустилась вниз. Возвращаемся в исходное положение. И выполнили еще раз. Сгибаем ногу в колени. Ощущая, как у нас сокращается левая часть таза и правая. Мягко, не спеша. Выполним то же самое движение. Опираясь по правую ногу, сгибаем левую ногу в колени. Отметьте, как сейчас приподнялась правая часть таза. Левая опустилась. Еще несколько раз. И объединяем в одно движение. Мы вочередно сгибаем то правую ногу в колени, то левую ногу в колени. Отметьте, что происходит с тазом. Ощутите, как наши воздушные ости двигаются вверх и вниз. Это такое же движение, которое мы выполняли в положении лежа на спине. Когда вытягивали пятки, мы можем переставить руки в область поясницы, почувствовать, что в тот момент, когда мы опираемся на прямую ногу, у нас прогибается поясница в эту сторону и выгибается эта часть поясницы. Выполняем несколько раз. И теперь попробуйте перенести вес в область пальцев ног. Очень часто люди ходят на... не опираясь у пятку. То есть, не снимая с нее нагрузки, попробуйте выполнить точно такие же движения. Отметьте, насколько маленьким стало движение таза. Насколько оно стало жестким. И опять переносим опору в область опоры на пятки. И почувствуйте, как изменилось движение таза. Это вертикальный параметр ходьбы. Добиваемся легкости и плавности. И теперь попробуем следующее движение. Мы переносим вес на левую ногу. И мягко у нас правая нога согнута в колени. Выводим колено вперед. Слегка скользим стопой по полу. Опираемся по правую пятку. И выносим вес на правую стопу. У нас тут же сгибается левая нога в колени. И мы опять выводим колено слегка вперед. Небольшой шаг. И переносим вес на левую ногу. Заметьте, что происходит с движениями таза. Легкое, комфортное движение. Ощущаем, что когда мы опираемся о прямую ногу. У нас бедро слегка движется вперед, наружу. И теперь обратим внимание на следующее движение. Очень часто люди ходят с разворотом стоп. Или одна стопа развернута наружу. Или наоборот косолапия. Мы попробуем вынести ногу вперед. Опереться по пятку. Поставьте вашу ладошку на уровень поясницы. И в тот момент, когда вы переносите вес на пятку. Почувствуйте, что происходит под вашими пальцами в области поясницы. Теперь наоборот разверните стопу и попробуйте перенести вес. Ощутите, как напряглась поясница в этот момент. И вы услышите достаточно значительное напряжение в области позабедренного сустава. Попробуйте скосолапить. Вы тоже почувствуете, как напряжение сместилось ближе к позвоночнику. И опять же, внутри тазобедренного сустава мы испытываем избыточное напряжение. Если наша стопа параллельна, то есть движется ровно, то нет напряжения в области тазобедренного сустава. И нет избыточного напряжения в области поясницы. Поэтому очень важно во время ходьбы ходить так, чтобы ваши стопы двигались параллельно. И теперь, для следующего движения мы опять переносим вес на правую ногу. Выносим, прежде чем вынести левое колено, мы совершим движение, поворот таза, как мы выполняли в положении лежа на спине. Мы поворачиваем таз вверх-вперед, выносим левое колено, опираемся на ногу. Приходим на прямую ногу, ощущаем, как замыкается коленный сустав, тазобедренный бедро слегка смещается вперед-наружу, сгибается правое колено. Опять делаем поворот таза, выносим правое колено, ощущаем вот это перемещение вперед. И чувствуем, какое движение таза. Сначала нам будут казаться эти движения неприлично свободными, потому что мы забыли о той амплитуде движения, которая должна быть в области таза. Но если вы в зеркало понаблюдаете за тем, как вы ходите, вы увидите эти движения грациозными и легкими. И теперь попробуем обратить внимание, что происходит с верхней частью туловища. В тот момент, когда мы опирались по левую ногу, выносим, поворачиваем таз, правую часть таза вперед, выносим правое колено, пятку, слегка сместите правое плечо чуть-чуть назад, ощущая, как происходит скручивание, и при этом левое плечо автоматически выдвигается вперед. Переносим вес на правую ногу, опять поворот таза, теперь мы левое плечо одновременно с выносом левой ноги уводим чуть-чуть назад, и опять у нас перенос таза, перенос опоры на стопу, опять поворот, и заметьте, как туловище легко скручивается в противоположную сторону от движения таза. Это и есть перекрестный параметр ходьбы, когда у нас выносится одна нога, а поворачивается противоположное плечо. Это то движение, которое является физиологическим движением. Попробуйте выполнять эти движения легко, комфортно, пока они не станут такими же грациозными, как у льва, и вы почувствуете легкость и удовольствие от ходьбы, вы почувствуете, что вы стали моложе, а ваши движения стали более комфортными. Освоив этот паттерн, вы можете считать, что уроки соматического обучения освоены. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте дальше осваивать движения своего тела. Успехов!